Меня зовут Виталий. Я являюсь сотрудником Центрального аппарата Службы безопасности Украины. В настоящее время задержан представителями силового блоков Российской Федерации. Хотелось бы сказать несколько слов к гражданам Украины и своим коллегам, которые в настоящее время участвуют в войне. С Российской Федерацией. Хочется сказать следующее. Я, к сожалению, для себя не смог продолжить защищать интересы Украины. И причина не в том, что я струсил перед россиянами. Вопрос заключается в том, что я опасаюсь за свое будущее. Я боюсь, что мои действия могут быть расценены в будущем как военное преступление. Настоящее время сложилась такая ситуация, что нет понимания не только, я так думаю, что у меня и у большинства моих коллег, чем мы занимаемся, что мы делаем. Работа... Работа идет с рук в угол плохо. В большинстве случаев мы, к сожалению, сейчас боремся не с теми, кто у нас пытается оккупировать, а с нашими же гражданами. То, что мы делаем, то, что раздали оружие представителям так называемой территориальной обороны. То, что делает формирование Насгвардии и в Киеве, и в других городах, это, по факту, является преступлением. Люди задерживаются по надуманным причинам, задерживаются и содержатся в основном в наших же подразделениях. И отношения к ним очень нелицеприятные. К ним применяются пытки, и удушление, и пытки током, и утопление. При этом, это применяется, в том числе, к детям, к людям, которые не достигли совершеннолетнего возраста. Предлоги, я еще раз повторю, надуманные. Тот, кто украл булку хлеба в магазине, объявляется шпионом. Дети играют на улице, рисуют графики, их объявляют шпионами. Это, конечно, не идет ни в какие ворота. Те, кто нас учил, кто нас поддерживал, представители так называемого блока НАТО, все поуезжали. Этажи целые выделены были в центральном аппарате в Киеве. В СБУ все побросали, уехали, обещали нам поддержку. Поддержки никакой нет. Та наука, которую они пытались нам дать, она к качественным результатам не приводит. Победить русский мир у нас почему-то не получается. А дальше, что дальше делать, я не знаю. Я принял решение дезертировать со службы. Лучше я сейчас буду дезертирован, чем потом буду осужден за военные преступления, убийство мирных людей и детей. Обстановка в городах очень напряженная. То, что руководством страны нашей принято решение раздать оружие так называемой территориальной обороне, привело к колоссальному росту преступной деятельности. подразделения национальной гвардии, прибывая в города, особенно выходцы из из западной, так скажем, Украины, как принято это у вас тут говорить. Они терроризируют жителей. Фактически в Харькове сейчас мирных людей удерживают в качестве заложников. Коридоры никакие не предоставляют. В отношении кадровых сотрудников СБУ также происходят постоянные провокации. Они не воспринимаются как представители силового блока или как люди власти. Отношение к ним очень негативное со стороны тербата. Есть факты применения в отношении сотрудников СБУ со стороны территориальной обороны, со стороны национальных батальонов оружия. У нас есть потери как двухсотые, так и трехсотые. И это не единичный случай. Это происходит не только в Киеве, не только в Харькове, но и в других городах. Я готов защищать интересы своего государства, в том числе саму же руках. Я не готов выполнять безумные приказы нынешнего раннего руководства, которые уже привели к моим сторонам к войне. и будут еще стоить сотня жизней, как твоих товарищей послужить, так и гражданам моей страны.